Девушки отдыхают Или счастье молодых под угрозой Мама дорогая Сегодня в «Маме дорогой» Качок и Дюймовочка решили пожениться Но горячий темперамент тёщи Восстаёт против брака Ребёнок, глядь на меня Невероятные приключения Харька и мамы Любы в Тольятти Южное гостеприимство для свекрови Уроки актёрского мастерства от зятя И портрет кисти невестки в духе Пикассо Скандала много не бывает Прямо сейчас на телеканале Ю Яне Вейденталь 25 лет Она приехала из родного Краснодара в Москву, чтобы стать успешной художницей Влад Манин, актёр, приехал покорять Москву из Тольятти К 32 годам обзавёлся неплохой фильмографией О женитьбе не задумывался Но любовь нагрянула внезапно прямо в актёрское общежитие, где ребята и познакомились Ну, холодно к мелькам пробегает Ну и всё, такой посмотрел на неё, такой понял, что моё Поехали Погнали И вот момент настал Любимая моя Яна Владик Тише, 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 моя маленькая Боже мой, любимая Тихонечко, тихонечко Вот, что я хотел сказать, маленькая Я тебя так безумно люблю Что, я не знаю, даже у меня сейчас язык будет дрожать Вот все мои слова, что я поднялся Вот я есть Выходи, пожалуйста, за меня Маленькая моя Я тебя люблю Я согласна Вот, все Колечко с меня Предложение принято Осталось подать заявление в ЗАГС и сыграть свадьбу Но не всё так просто Молодые не собираются звать никого из родственников на свадьбу Влад решил, что они просто распишутся в столице, а затем и вовсе уедут жить за границу В Бангкок На данный момент я нахожусь не в том месте, где бы я хотел, чтобы моя семья жила, а там мои дети рождаются Яне ничего не остаётся, как послушаться любимого и ехать за ним на край света Всё бросить там, семью, лететь сюда Ну вот Ну, я такой человек, что я лучше сделаю и пожалею, чем не сделаю и потом буду жалеть, что я этого не сделала Мамы категорически против такого расклада Свекровь считает, что если свадьбе быть, то должны присутствовать все родственники Но для начала надо познакомиться с невесткой и её семьёй Сколько раз Ладе хотел жениться, я даже вот сейчас, если честно, не могу вспомнить А мама Яны вообще против, чтобы дочь расписывалась без её согласия И если свадьбе быть, то только в Краснодаре и по всем кубанским традициям Да она замуж Говорит, мама, всё Я говорю, ты что, это, залетела или что? А она, всё люблю, умираю, пора Ну, оно-то пора, ну, а за кого? За кого ты собралась замуж? Я не видела, я не слышала, что оно такое? У мам последний шанс всё изменить и уберечь своих детей от ошибок Поэтому тёща едет знакомиться с семьёй жениха в Тольятти Я в тебя верю А свекровь отправится к невестке в Краснодар Дадут ли мамы добро на свадьбу? Скоро узнаем Родители Яны живут в Краснодаре Десять лет назад они развелись и разъехались по разным домам и создали новые семьи Мама Яны, Любовь Петровна, 51 год Домохозяйка, живёт в частном доме Человек творческий Могу спеть, сплясать, и Янка в меня пошла Отчим Яны Ашот Арамович, 57 лет Занимается пассажирскими перевозками С Яной практически не общается И на это есть причины Меня оскорбляет, что она меня осчастняет Зато Любовь Петровна любит мужа всей душой Даже ручного хорька назвала в его честь Ашотик Да, я люблю животных Я считаю, что это не недостаток, это достоинство Ещё у Яны есть младшая сестра Аня Она живёт с мужем тоже в Краснодаре Сестра у меня с очень сильным и тяжёлым характером Любовь, ты дома? Ой, дома Слава Богу Ещё одно достоинство Любови Петровны Безграничное гостеприимство Двери её дома в буквальном смысле слова Всегда открыты для подруг О-о-о-о Янечко, ты как-то похорошела Прям светишься Да, очень Любашка Очень хорошо Посмотри Сосветишься А кушайте тут только вы Ну, есть такое немного Знаешь, как я вкусно Я люблю, я покушать, да Я чувствую, товарищи Любовь Петровна всегда видела рядом с Яной успешного мужчину Ну, моя мама, я хочу сказать, такой южный темперамент Поэтому она за словом в карман не полезет Если ей блат не понравится, то есть она прямолинейная, скажет в лоб Сейчас кандидатура предполагаемого зятя вызывает у Любови Петровны много вопросов Мало того, что он актёр, он ещё качук Я вообще таких нормальными не считаю Это вокруг бабы Интервью Это съёмочные группы Поездки Это такая чепуха Будущая тёща уверена Осмотревшись в доме зять Она сразу поймёт, кто там чего стоит И надо ли ей отдавать дочь замуж за Влада Семья Влада живёт в двухкомнатной квартире в центре Тольятти Мама Валентина Васильевна, 57 лет Сейчас пенсионерка А до недавнего времени заведовала одним из городских дворцов культуры Гордится тем, что сын выбрал актёрскую профессию Потому что я сама хотела быть, у меня не получилось В душе актриса, да Отчим Леонид Викторович, 55 лет Бывший военный Сейчас на пенсии Родной отец Влада погиб А ещё у Влада есть старшая сестра Лиля У меня дочка Лиля Ей 35 лет У неё девочка Настя, 13 лет И мальчик Миша, 4 года Зять Станислав Вот, я уже тёща, 14 лет Тёщенька Я тёщенька, 14 лет, да Валентина Васильевна уже освоила роль тёщи, любимой бабушки А вот стать свекровью ей предстоит впервые Стать свекрухой я с моим-то характером Нет, я думаю, что нет Характер непростой и у Влада Кроме мамы других женщин он не слушает Его слово – закон Будущей жене придётся его во всём слушаться И никогда не перечить Последняя женщина, которая пыталась у меня строить в моей жизни И сказала, заткнись После этого этой женщины больше не было у моей жизни Свекровь предупреждает Сын у неё очень требовательный Ведь неуважение к себе и своим родным Влад не простит даже возлюбленный Ну, Владик научат Этот разговор даже не может быть Что он может простить такое Валентина с нетерпением ждёт знакомства с семьёй Яны Надо поближе присмотреться к невесте и понять Подходит ли она Владу Ашотик, куда мы заехали? Ну, таракань какая-то Краснодарская тёща едет в Тольятти не одна С ней Ашотик Не муж, не брат, не сын А невиданно зверушка Харёк сюрприз Не пугайся, не пугайся, я тебе в обиду не дам Ну, куда ж ты залез? Ну, Ашотик Влад решил разместить тёщу в доме, а не в квартире Опа, приехали, наконец-то О, боже, что ты, ручку Ну что, приехали, господи Ну чё, вот это я понимаю, домик Да, хороший дом зять построил Чей-то зять, не ваш Я специально её, свою тёщу, повёз в этот дом Чтобы она обалдела Проходи Да вы чё Да ладно Да это всё скучно, проходите Сейчас будет весело Меня зовут Влад Ну я Леонид Я будущий муж вашей дочки Я, получается, с Вадом Пошли Это вот этот вот дом? Да Это вы мою дочку хотите вот сюда, да? Конечно, конечно Это вы что? Ну да Проходите О, боже мой, боже мой, боже мой Господи, двухэтажный хороший дом Осталось только сделать внутренности Снаружи он обалденный Да всё нормально, что сделаем ремонт, как вы хотите Когда вы его сделаете? Так начнём Тут начать и кончить Ну, и кончим, и начнём Аккуратно, потихоньку, потихоньку Нижний, как вы хотите Ну, дядь, пускай работает немножко Чего вам? Пускай работает Господи, Господи Хорошая дочка Ой, мама дыра Я вам покажу, да, вашу комнату Так, здесь вот туалет За шторкой, что ли? И шторки нету Так аккуратно, там можно упасть в подвал Так жить нельзя Да? Тут надо остановиться И туда вот так проходить Ребята, ну так А вообще можно же вечером вот так вот? Нет, нельзя Не получается по-другому Только вот так вот О, мама Да нет, я так не пойду Ну, а как иначе? На карачках, да? Ну, буквы Зю На карачках, я должна лазить на карачках В следующий раз приедете Будет уже ремонт В следующий раз ремонт Нет, знаете, сказок я наслушалась за всю жизнь Знаете, сколько вот будет Перебудет А дома я в шоке Вот в таком доме ночевать точно не буду Это ни на что не похоже вообще Не-не-не, ребята Это вообще Ну, нормально Это первый раз А потом нормально пойдет Ага Это сначала Как обычно, да Все осторожно Тут осторожди Тихо-тихо-тихо О Ухреново вот это настроили Ага Так только начали Ручки мои, господи Сейчас мы вам покажем нашу комнату Так, это душевая Вот посмотрите Душевая Душевая хорошая Тоже без двери Да Ребят Что ты съешь Так, вот получается Ваша комната будет Да, мы здесь Что-то разложим Для того, чтобы вы Я? Да Здесь Ребенок Глянь на меня Как ты себе представляешь Я здесь Ничего, потом по своему вкусу Уже будете обустраивать Свою комнату Похоже, зятя не смущают Охи-тещи Пусть привыкает к патриархату Мужик сказал Мужик не сделал Ничего Даже ремонт Бегу, спотыкаюсь Вот у вас же эта штучка Хочет туда бежать Штучка? Она, она кайфует Вы всегда с ней, да? Это же чадо моё Вы чё? Ага Ашут Нас с тобой за людей не считают Нет, ребята Ищите что-нибудь Мне для ночёлки Я тут жить не буду Да? Да, конечно Ну, на вокзале Уютнее и чище, чем здесь Вы чё? Пусть Влад сам и думает Как мне спать? Где мне спать? Где мне мыться? Он мужик Пусть решает А в Краснодаре Яна ждёт свекровь И чтобы произвести на неё Правильное впечатление Выгнала отчима Ашота Я не люблю этого мужчину Он мне неприятен Я не считаю его Близким человеком Даже нашей семье Поэтому я по-человечески Попросила маму Чтобы он даже Не находился рядом со мной Что-то тишина Здравствуйте Очень приятно Яна Здравствуйте Так, а это что за подмена? Неужели Яна нашла Нового мужа своей маме Чтобы впечатлить свекровь? Это мой дядя знакомый Давайте я вам помогу? Да, помоги Проходите Ах, дядя Ну тогда ладно Вот Проходите Смотрите Да, это у нас Большая идёт Гостиная комната Вот здесь Кухонька Проходите, проходите Да? Ну подожди Разуваться не надо? Да ладно Не разувайте Здесь ничего страшного Топтитесь, свекровушка Топтитесь, милая По крайней мере До свадьбы Пойдёмте Я вам покажу Что такое тут? Да, это Мама тут вечно накидает Что-нибудь Да Ну она здесь живёт Со своим Якобы Любимым Мужчиной Вот Сейчас вам покажу Вашу комнату Здесь у нас Жил Хорёк Честно Я животных Не очень люблю Она его завела Говорит Моя дочь Пока нет внуков Будем иметь хорька Она его кормит Она с ним везде катается Да, она его с собой забрала Да? Слава Богу Они Неразлучники Она с ним будет Джествовать везде Мне кажется Она даже с ним спит В общем Вот-то как-то так Поэтому Слава Богу Если бы он там остался И хорошо Добрая Яна То ли ты вообще Никого не любишь То ли тебе просто Все производные Атошота не нравятся Аккуратно спускаемся Хорошо, хорошо Спасибо Представьте Печаник только вскепел Сейчас будем пить чай Что вы одеты за стол Давайте я вам дам Что-нибудь Переодеть Может или что У вас как-то прохладненько Ну может плед вам дам Давайте Ну что вы в пальто будете за стол Как же хочется свекрови понравиться И плед вам И поцелуй И чаек с кофейком От дяди Герасима Давайте я вам пальто заберу Давай Чай, наверное Вот как раз Смотрите Подходит вам Прям Да ладно вы Да ну прекратите Давайте Не стесняйтесь Чувствуйте себя как дома Спасибо Ты же моя звезда Присаживайтесь Да Она может быть где-то Хитрая женщина Но Я тоже хитрая женщина А мы понимаем друг друга Тут что есть на столе Печенье Да, спасибо А что у нас еще есть У нас только вот печеньки И все Больше ничего нету Да ладно Не переживайте Все нормально Да это Ее подруги По-любому приходят Это все съедают Сто процентов Потому что Я знаю Такие беспардонные женщины Они приходят Начинают сюда Доставать У них здесь Они чувствуют себя Как дома Ну а когда С Ладиком Вы здесь будете Приедете Например Они тоже так же Могут прийти Замок Могут менять Как бы я на тебе Мама замок Народ после таких слов Не повесила Не знаю Я слышала Что в Краснодаре Очень все люди хорошие Нет Да Они добрые Но они будут сидеть До победного Вот знаете Пока вот уже не покажешь На двери Пожалуйста Они не встанут Они уйдут Понимаете Такие гости Безлимитные Да Они тут как собирают У них как баби бунт Женщина Она всегда Всегда С обсуждениями Это придет на 5 минут И начинается Вот это Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля И до луны Пока луна не взойдет А потом Давай по 100 грамм И песни Вот эти Начинаются Шашлыки Машлыки Это по жизни Эх, мам, Люба Знали бы вы Что там дочь Свекрови в уши льет Пока вас тут По талятинским катакомбам Таскают Пойдемте Я вам помогу Спуститься Кормить поедет будут? Конечно Господи Меня несите Вперед Так, тихо-тихо Да вы что? Тихонечко Тут главное В мои годы Нельзя вот так На гвоздик не напороться Дядя Лень Смотрите Там, где гвоздик есть Если дальше Так пойдет Я, конечно Отсюда уеду Но не одна Яны тут Ноги не будет Вы еще меня травмируете Вас в шут убьют Мой И что этот Что другой У них два Ой, мама Ой, мама Так, так, так Вы же извери Так с людьми Разве можно обращаться? Спуск с Эвереста Местного масштаба Завершен Без особых потерь Но вот если Не покормить хорька То потери Все-таки будут Мне надо помочь Потому что Мы-то люди живые А вот это Беспомощное создание Куда, куда, куда Не надо вот так Ну не трогай Не знаешь, не трогай Вот Вот так Вот здесь Сейчас я тебе дам Перчаточки Господи Держи поводочек Ручки Это будет как это, да? Чтобы не куснул Зятечка Так Стойте Давай Давай мужчину Так Руками Осторожно Осторожно Ох ты Блин Ты его испугал Ага, испугал Вы видели, как он кусает? Зятек Охарек тебя не полюбил Похоже Интересно, почему? Давай я заст Перчатки давай А что он такой злой-то? Он с дороги Он устал Он нервничает Ничего себе нервничает Палец-то мой съесть хотела Так Я еще успел убрать Видели? Любишь меня, любимая кошка Есть такая поговорка? Вот это уже А это намного лучше Иди ко мне А куда ты денешься? Мама Люба молодец Куда, зятек, денешься Если на моей дочери женишься? И меня полюбишь Я же буду любимый друг родной Давай Ну, моя хорошая Моя сладкая Моя хорошая Красавица моя А как их тут? Бывали тебе лысые дядки всякие Сумку уберите, пожалуйста Я сиська Борщик Да Или что? Свеженький Да, конечно С холодильника свеженький Да Все ясно с вами Ну, давайте А косточка, а косточка Это для волкодава косточка Да Я на волкодава похожа Нет Так мужчины же готовят А у нас-то как все? Все грубо Все некрасиво Но зато вкусно Это, конечно, хорошо Что мужик может борщ сварить Но это бабское дело Я и сама это все смогу Мужик должен уметь гвоздь забить Ремонт сделать Денег заработать Он мужик Так, а что он так кусался, если он такой нормальный? Это его когда вытаскиваешь, он только кусается, да? Вы еще доверие не заслужили Ни от Харька, ни от будущей тещи Плохо, Влад, плохо Как заслужите доверие? Типа, глаза красные Да Розовые, розовые, розовые Я уже улыбаюсь Это из уважения к моей любимой Вот так как это ее мама Как говорится, родители не выбирают Ну что, родственнички? Сметаночки Ну ладно, я с голодом-то не умираю Это так, попробовать Вы рассказывайте Занимаюсь я тем, что снимаюсь в кино Вот Ну плюсом, спортом занимаюсь Да я вижу Вот Жизнь на самом деле у меня такая интересная Что-то не видела вас на экране Не видели? Ну жалко, жалко Актерство Принесет только проблемы Это не профессия Это абсолютная чепуха Мужик должен быть мужиком А не танцевалькой танцевать Доход приходит? Это самое главное же? Ну мы это проверим Конечно проверим А как будете проверять? А что, я у дочи не спрошу А, ну вот как раз Хотя бы я не буду много говорить Потому что тут я денег много не вижу Ну нифига себе, тут земля только сколько стоит Я говорю, в Краснодаре можно 10 домов купить Мы вообще как бы собираемся уезжать с России Вот это новость Любовь Петровна в Тольятти Не готова дочку отпустить Не то чтобы в Бангкок И чем вы там будете заниматься в Бангкоке? Я буду сниматься в кино также Ну это раз, два, три Дальше что-то Попрыгали Пожизненно будешь в Бангкоке сниматься в кино Ну нет, я не в Бангкоке А вообще по всему миру Ну это сказки Если Янина мама будет против того, что Яночка полетит со мной Тогда мы перестанем общаться с мамой Яной Ну это не сказки Изобразишь мужичу? Че-то умеешь Если я сказал, что она самой поедет, значит она самой поедет Вот это ты изобразил? Вот это поворот Шутит или пугает? Вот такие вот роли у меня Такие роли? Это вот так вот вы будешь с моей дочерью разговаривать Не, я вашу дочку на руках ношу Ну так ручки, я гляжу, ничего Я корм забыла купить Он будет кошачий? Кошачий? О боже Пойдет? Ну пойдет Только Только я сам не буду кормить, я его боюсь Ашотика вашего Еще один ребенок, который боится Ну вы же большой мужчина Ну почему его боятся? Он маленький, он белый, он пушистый Такая любимая Аккуратненько, не испугайте его, чтобы не выскочил Давайте я лучше Он там обвалился Моё ж такое, да мой хороший Да мой хороший Салфетку, салфетку, чист Сейчас Владик уберет, там что-нибудь сделает Мы его уберем, покушаем спокойненько, а потом вы придете Ну вот вы поменяйте пеленочку, а потом мы его уберем Ну куда, смотрите, что это? Ну а что это? Обвалился? А как дети точно так делают? Не, ну это не моё ничего А ты рос, а ты рос фиалками? Ты рос фиалками каков? Дружиться будем или ссориться? Давай, моя хорошая Сиди, сейчас тортиком дай его еще А что? А что? Ой, только у меня в перчатках не при... Нет, давай, 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 давай Только ради Яны Ну конечно, что любовь с людьми делает? Ну что вы такие прям слабонервные Он жрет все! Тише сама поест, я не без рук Зубы-то какие! Дядя Лёдь, кусает, говорит, немножко зубы-то, да, какие? Да у тебя тоже ничего, зубы-то я кушаю Ты подавишься, ты что? Ты перекормишь? Он вообще тогда тебе весь домов третий Ну хороший Весь домов третий Домовый сладкий, домой сладкий, домой король Все, да, покорми? Тебе понравилось, вкусно было, вкусно Думай сладкий, давай, давай, давай Думай, муточка Ну, хороший Ой, фу! Так, надо теперь будет эту ложку вымывать Да ладно А вы дома своей посудой укормите? За столом мы с вами не кушаем? У нас все хорошо Ну вот уже совсем как в семье Совсем другое дело, да? Вот так Так, предлагаю поехать в квартиру А чего вы меня сюда приперли? Ну как-то нужно показать Это наше жилище, которое мы хотим обустроить Надо было меня напугать, аппетит испортить Оказывается, у них квартира Но она не в ремонте, надеюсь? Нет Есть квартира, а чего меня сюда было переть? Ты далеко? Нет Все Так Ошейник Ошотика Все, ничего не забыли? Нет А то примета Не хочу возвращаться сюда Эх, зять, похоже, твой план сработал Я специально ее, свою тещу, повез в этот дом Чтобы она обалдела Пока будущая теща обалдевает от будущего зятя Мама Влада времени зря не теряет Те, Валь, давайте я вам вещи помогу разложить Не надо раскладывать мои вещи Иди-ка принеси-ка свои вещи А зачем? Увидишь Вот я принесла А для чего вещи-то? Ну я посмотрю, как ты умеешь складывать Надо разместить все вещи в один чемодан Ну Владик постоянно ездит на съемки В разные города Ты будешь с ним ездить У вас будет один чемодан Вот я хочу посмотреть Ты справишься с этим? Да, конечно, справлюсь Уложишь все вещи Ну зачем мне Все впихивать в один чемодан? Мы можем элементарно взять два чемодана Что здесь отправляться-то? Все элементарно Вот так Вот сюда Маечки вот Нет, ты неправильно складываешь А как правильно? По-другому надо как-то? Ну да, но маечки можно трубочкой сложить В уголочки потом запихать Не в первую очередь маечки Основное надо Джинсы, брюки Ладно, извините, сейчас Сейчас по другой схеме чуть-чуть пойдем Джинсы, да, сначала? По-моему, Яна не понимает, что делает Но я ее научу А утюг когда ты планируешь положить? Ладик всегда ездит своим утюгом везде Хорошо, сейчас мы вот сюда его как раз в уголочек засунем Смотри, только свое складываешь А мое, когда начнешь Нет, нет, я вот как вы сказали По вашей схеме складываю Сначала джинсы плотные, да А потом маечки, футболочки трубочками сверху положим Я, конечно, делала все, что она просила Но мне кажется, что это перебор Ну посмотри, ты как брюки сложила А, вот эти? Да Они же помнутся, потом будешь два часа гладить Сейчас, я ее поправлю чуть-чуть Ну, смотри Вот Вот Видишь? Я его понял Вот Давай дальше Куртку Я лучше трубочкой свернуть или так? Как ее лучше сложить? Я просто Как ты думаешь? Чтоб она не помялась Ты же сказал, все умеет Надо маленький пакетик, во-первых Чтобы вообще мало-мало места Это же Вот Вот даже так вот И мешочек И займет очень мало места Класс Ну, это не мнется Положи, как хочешь Но все равно поаккуратнее Покрасивее Постараться его закрыть Чемодан увеличивается Вот Обычно все чемодан так Ну Это будет тогда Чуть попроще Так Обычно мне Владик всегда помогает с этим Ну, вроде справилась Как считаете? Ну, да Молодец Пока свекровь муштрует невестку Зять пытается реабилитироваться В глазах тещи Проходим Ну, молодца Вот тут, я думаю Нам будет хорошо Да Да, да, да Да, да, да Да, да Великолепно Показывай, милый Так Ну, вот две спарни А вот это мне по цвету больше подходит Вот здесь мы и поселимся с тобой Нам будет тут хорошо спать Красиво просыпаться Улыбаться И радоваться жизни Ну, да Его можно вон там На балконах Хорошо оборудован Нет, нет Он будет здесь Мы сейчас Погулять пойдем Ножки размять Разве можно в клетке Животное держать? Давай здорово Давай-давай-давай 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 Как хорошо Я как бы сдерживаю себя Вот, ну Любому терпению Приходит конец Иди-иди-иди Иди ко мне, моя хорошая Иди ко мне, моя прелесть Так, короче, наиграйтесь с ним В клетку вы поставите Все О, вот так Иди ко мне Иди ко мне Ты куда ушел? Ты куда ушел? Иди к мамочке К мамочке иди Если он еще раз Про моего хорька Что-нибудь скажет Я его Сама укушу Оставив яблоко Раздора в виде хорька Обживаться на новом месте Теща с будущим зятем Немного остыв Решили прогуляться А Леонид, чтобы не мешать хорьку Уехал обратно в загородный дом Ну что, сына Я гляжу С собой ты умеешь заниматься Харизму накачал Смотри Сегодня есть работа Завтра нет работы Это актерство Это такая чепуха Моя дочка Вот она каждый день Должна быть обеспечена Не потом Субскотом Как вот это в дом Я потом сделаю Это потом Это потом То-то Вот сейчас Чебурек я хочу Заработай мне на чебурек Денег нет у тебя Вот работы не было Что, слабой? Ну давай, давай, давай Каким образом? Ну соображай А я откуда знаю? Я откуда знаю? Это ты муж Все, я буду там Вы будете там Я откуда знаю? Где вам кусок хлеба понадобится? Ага Актер вот Великий актер Вот я проверю Давай Тынц, тынц, тынц Чебуреки Май с майонезом Тынц, тынц, тынц С неба упадет Сейчас Прилетим Конечно упадет Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн Зарабатывай на чебуреки Бабе люби Тэнц Оп-оп-оп-оп Опа Дай на чебурек, братан Да держи, братан Без проблем Держите Нет, зараза, получи Да Ну, кисти, беки Чебуреки Чебуреки с майонезом Для нее Спасибо, брат Пойдемте, пойдемте Давайте в мою кофту Я деньги положу Да, да, да Положили, все, довольны А ты заберешь? Довольны? А чебурек? Пойдемте, купим вам чебурек Ну, жук ты жук А можно чебурек нам? Чебуреки жарить надо, ребят Жарить надо? Скажите, что можно купить на полтинник? Беляш хотите? Беляш? Очень вкусно Ну что? Беляш? Да Ну, давайте, Беляш А я думала, не хватит Спасибо большое Яночка, за тебя Все? Вкусно? Угу Подругу, да, да? Береги жизнь мою Я тебе еще прихожусь Ну что, дать куснуть? Ну, если, конечно, из залпы можете дать Давай, с другого края А то тут у меня помада Угу Не останется Не зря я танцевал Угу Заработал Пока зять покоряет танцами прохожих и будущую тещу Яна делает ставку на кулинарию Тетя Валь Ой, королевишна ты моя Смотрите Все готово Ну надо же Умничка Картошечку попробуйте Обалденное С чесночком На углях Ух ты Да, видите, здесь специальные прорези Да Очень интересно Ты что, сама готовила? Честно Нет Честно, нет Что вы тут, не скучаете? Ждем, ждем вас Ну давай же выпьем за приезд По рюмашке Так, ну вы Вы пейте, мне не надо Как бы невестка не умасливала будущую свекровь Та и не думает забывать, зачем приехала Хотела спросить, Ян, где вы собираетесь свадьбу справлять? Я думаю, что мы с Владиком обсудим еще А, еще не решили, то есть Давайте здесь сделаем, в Краснодаре Очень шикарно Я же хочу иметь уважение к своему мужу, ну будущему Ну нет, он имеет в виду, что все приедут в Краснодар, имеете в виду, да? Здесь, в городе, да, отметить свадьбу, а потом... Нет, ну если столяйте, родственников очень много Очень затратно Мы не нашли так, как будет лучше и для вас, и для нас Я думаю, что мы распишемся, да, в Москве Кто хочет поздравить, те могут позвонить Я думаю, что это будет самое лучшее У меня мама очень такой консервативный человек Ее там подруги, да, как бы со своими там устоями И на базар съездить, и мужика в невесту переодеть там То есть вот эти... и родителей в лужах покупать Ну знаете, да, у нас такие кубанские обычаи, да? И на рынок поехать, там колготок наворовать там Народ, конечно, здесь веселый, но от некоторых их традиций я просто в ужасе Понимаете, то есть я не хочу вот этого цирка, вот честно Это же не поминки, а свадьба, где должна быть веселье, гулянки, пьянки Ну напейтесь, если вам хочется, соберитесь всех маминых подружек Сядьте тут, нажритесь все просто в хлам И будьте счастливы все, только без нас давайте Вот нас-то здесь не будет просто, нам потом фотки пришлете, живые вы или нет Да-да, высылайте фото по адресу яна-собака-аристократка.ру Если все пьяные такие, свадьбы были бы, Ян, никто бы не справлял бы свадьб Ты так до такой степени рассказываешь, как бы действительно все... Нет, Валь, я знаю маминых подруг А сейчас их, похоже, узнает и будущая свекровь Меня не ждут, а я иду к вам, девочки Извините, это тетя Валь, знакомьтесь Как раз вовремя без меня никакой праздник не обходится Девчонки, вы тут гуляете без меня Здравствуйте, здравствуйте, я тоже давно не виделись Яночка, ты чем не рада мне видеть, да Я же тебя как не рада Я рада, я рада, что... Я не успеваю забывать, как вы выглядите Алла зовут, тетя Алла, да Подруги мамы услышали, что будущая свекровь Яны приедет Как тут не познакомиться? Это мама Влада, моего будущего мужа Вот, приехала ко мне в гости Да, мамы как бы нет дома, если вы не в курсе Валечка, мне очень приятно сегодня с вами познакомиться Потому что Яна для меня не безразлична Она мне просто как дочка, я ее обожаю Я должна все узнать Тетя, а вам мама, если что посчитать нужным, все расскажет Я вот хочу сегодня узнать А сегодня мы знакомимся, у нас сегодня первый вечер С Валентиной Васильевной Да, завтра я хочу показать ей Краснодар Я очень хочу знакомство, очень А вы уже хотите выпить? Да, я хочу Я не сомневалась Девочки, ну мне очень, конечно, хорошо с вами И пообщаться, и посидеть Но мне нужно идти на работу Точно на работу, дядь Герасим? Или боитесь, что милых барышень придется разнимать? Герасим, ну я вообще просто в шоке От того, что ты уходишь Ну, мы тут Мы увидимся Да Вам не рано завтра на работу? Вечер перестает быть томным О, привет, Анют Привет, дорогая Анечка Здрасте Это няня Моя сестра Дестра Ой, какая красавица Ян, ну когда же у вас все-таки свадьба-то? Ну, в принципе, нам не нужна свадьба Мама что говорит? А что маме сказать? У мамы есть хорек Она сейчас больше с ним общается, чем со мной Вадим, да, значит? Влад Влад, значит, у тебя Мы-то в свое время замуж выходили, свадьбу играли Ну как так? Это ваше время, а сейчас уже другое время Валя, ну ты же замуж выходила со свадьбой Да, конечно Конечно, и я Девчонки, а вы как-то думаете глубоко иначе? Ох, девочки, лучше со старшим поколением не спорить Тем более в их полку прибыло Ох, кто идет? Кто идет? Ну, хорошо, моя дорогая Знакомьтесь, тетя Валя Это тетя Лариса Это тоже подруга мамы Здравствуйте Здравствуйте Да, с приездом, с приездом к нашим теплым краям Да, хорошо у нас, да? Да, да, да Ну что, девчонки? Да, это мамина подруга Лариса Присаживайтесь, Лариса, сейчас я вам принесу приборы Давай, давай, Ярочка Почуетесь, конечно Мне, конечно, очень стыдно Но не так я представляла свое первое знакомство со свекровью Это какими судьбами? Ты так или... Да нет, по делу, конечно По делу, по делу Да, конечно, по делу Сегодня я коньяк наливаю Ты позволишь, Лариса? Да, да, давай Давай, ну вот Мне приходится сегодня в этой роли быть Ну, я справляюсь Я еще ничего не уронила, не пролила Ну, ты тоже не с пустыми руками Ну, мы тут вообще хорошо расположились Ой, Валентина, вот, мама жениха А-а-а Очень слава Если ты им сваха, нам подруги свахи Подруги свахи, да, понятно, что это Подруги свахи, это тоже родня Конечно Вот, тогда за это Ты же инвеста? Ну да Инвеста А потом будешь кто? Жена Жена А у жены какое главное оружие? Сковородка? Где? Сколка! Сковородка хоть бы пригодилась Смотри, какая-то И что с ней делать-то? Пельмени накатала Сыну вашему угодила Хочу вас расстроить, Ларис У меня будущий муж Спортсмен Он на спортивном питании И пельмени он категорически не ест Поэтому лучше Это для взвода глаз А вообще достало первое оружие у женщины Чтобы кого? Спортсмена твоего гонять Держи, держи Оставьте себе Погоняйте гусей у себя в огороде Скалкой Пока Яна радушно принимает в Краснодаре гостей Зять от напора тещины любви просто слег О, а чё лежим? Да бездельничаем Чё, умерил температуру? Дай гляну Дай гляну Ребята, чё ж делать, а? 37,2 Всё Довела тёща-зятя Честно скажу, испугалась. Я очень боюсь, когда кто-то болеет. Скорую вызываем? Не-не-не, не надо. Ну не пугай меня. Таблеточки есть где? На кухне. Я сама найду. Ты ляжь, ты разденься. Я сейчас буду. Давай, давай, давай. Ой, елки. Когда на градуснике 37,2 каждый мужчина готовится к самому страшному. А любая женщина, даже если она теща знает, тут без вариантов. Лечи и молчи, а то мало ли. Я, конечно, не доктор, но как мать, я все сделала, что смогла. Пока в Тольятти теща занимается с зятей лечением, в Краснодаре становится все жарче. И что там ты сказала? Он хочет ее под каблук взять? Да, да, да. Кто вам сказал под каблук? Почему? Ну, я так поняла. Ну-ка, ну-ка. Я так поняла, потому что у нас же какие традиции? Замуж, свадьбу играем, веселимся, все. А тут, видишь, решение такое. Не, ну это я уже поняла, что они решили свадьбу зажать. Так это не ее решение. Ну, вообще-то у нас решает в семье мужчины, решает всегда решение. Валь, ну когда такое было? Да. Ну, женщина, если чего хочет. Шея? Шея, это точно. А мужик уже сделает. А куда шея повернет, туда голова и смотрит. Я не могу понять, Ян, ты что, шея-то, что ли, прямая? Как это было? Ну, извините, у меня не такая шея, как у вас, неповоротливая. Ну, да. Что ты будешь? Паранжо оденет, что ли, тебя? Ну, где было видно, что в казачку в паранжо одевали. А зачем одеваться в паранжо? А зачем в паранжо одевать? Валь, ну что, правда, что ли, у вас мужики все в роли? Да, правда. Если Яна не будет соглашаться с мнением Влада, значит, у них ничего не получится. Я вам точно это говорю. Ты вот это не бери. Ты вот послушай, теток взрослых. Так все же послушаю. Все сделаешь, как тебе надо. Мужика как повернешь, так и пойдешь. Ян, ну поверь мне. Ал, ну скажи. Ну так же, ладно? Пришла, глазки построила, вот так похлопала, все, согласилась, я сама пошла. Да не хочу я строить глазки, ты слышишь? Я себе мужчину искала, который будет решать. Да, 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 да. Аня, ой. Я думала, у меня инфаркт случится. Что разошлась? А сколько можно уже суждать право все традиции? Валь, ну скажи все в конце концов. Сколько можно? Ну, мне уже надоело это все слушать. Ладно, не отвечай. Я что, я сюда приехала для того, чтобы встретиться с тетей Валей, пообщаться с ней. Тут вы приперлись. Как мы... Заволебали вы меня уже. Да все же жизнь. Может, вы не будете смеяться, а? Анька, ну ты-то что? Приятного аппетита. А ты-то как переживаешь? Да все нормально, это девчонки были. Ничего, все нормально. Короче, девочки, давайте выпьем. Я, конечно, была в шоке, когда она приняла не мою сторону, а сторону маминых подруг. Она тебе еще мозги вынесет, как и нам сегодня. Смотри, что... Мы тут поем радость, но вся она... Ну, понимаю, некрасиво она повела себя. Спорит, спорит, а сама-то, видишь, все равно психанула и пошла. Казахская просто. Без главной виновницы торжества жар за столом подостыл и всех начала клонить ко сну. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ой, Лайки, он там чуть-чуть. А то мы, Любаш, тут весь дом, мы с Громимчей пидра, что ли. Все-таки остаемся. Да, уж там мы не пойдем, наверное. Валя, давайте сюда, пойдемте уже. Отдыхать хочется. Ой. Далеко тещины подруги за сном ходить не стали. Решили остаться здесь, под бочком у свекрови. Я сначала думала, они шутят. Потом пришли, стали беспардонно разбирать кровати, ложиться. Так, шутка, как уже забыла расправить ее. Так подожди, я тебе помогу. Давай ты вот этим укроешься. Каким? А вот это мы сюда, постелем. Давай. Ну что, смотри, у тебя хорошо здесь будет. Да я уляжу. Ты где любишь спать, с краю или с жены? Да, у стеночки. У стеночки. Давай тебе у стеночки, я вот здесь к краю лягу. Будь как дома. Да не стесняйся ты. Конечно. Ладно, давай уже так. Завтра уже утром разберемся. Доехать не надо. Тут нам всегда лежит местечко. Ой, че-как. Ой, че-как. Ты какой-то. Куда я попала? Утром незапланированные ночные сожители Валентины Васильевны покинули приютивший их дом. След простыл, а осадочек остался. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Присаживайтесь. Уже завтрак готов. Даже не спрашивайте, да, как я начну. Я боюсь вас простить. Это ужасно, что ты меня бросила, ушла. Я думала, я уйду, и этот весь ужас закончится, они встанут и едут домой. Потому что я уже не знала, как намекнуть о том, что они здесь вообще лишние были. Если ты при Владике так будешь себя вести, он это не одобрит. Они утром еще сели за стол и хотели продолжать. Пришлось уже напрямую. Тем временем в Тольятти теща тоже проснулась. Держись, Влад. Шотик спит. Еще один хорек дрыхнет. Работнички. Настоящий зять просыпается от одного тещиного взгляда. Походу, работает. Ой, доброе утро. Доброе. Так, смолоси. Окей. Видимо, ночь, проведенная в мыслях о мести тещи, вернула Влада к жизни. От вчерашней хандры не осталось и следа. Чайку не налейте мне? Ну, Влад, ну ты же дома. Ты знаешь, где что. Может быть, сам. Да я просто привык, что девушки наливают. Ну, ладно. Девушки. Я девоченька, а не девушка. Ну, Влад, конечно, избалованный. Такое ощущение, что он невеста, а не жених. Хорошо, сейчас я его сам волью. Я вам предлагаю со мной проехать в спортзал. Потренироваться. Вас потренирую. Посмотреть, как все происходит. Ага, понятно. Хочешь теще показать, что кроме актерства еще что-то умеешь? Ой. Вот так вот, да? Это переживание в спортзале. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Мы тоже маем. Сейчас вот минут 7-10 и будем в зале. О, Боже, да что ж тут понаставили. Места мало. Кораблю. А в это время в Краснодаре невестка замаливает вчерашние грехи. Как подкупить свекровь. Нарисовать ее портрет. Яна-то художник. Я думаю, вот сюда присаживайтесь. Да. Ой, как мне сесть лучше. Ой, сядьте, как вам удобно. Мне вот так вот удобно. Я вас вижу красиво и так. Да. Ты скажешь, когда начнешь мне рисовать, чтобы я не это, чтобы красиво села. Вы прекрасно сидите. Подлизываешься, по-моему. Тетя Валь, вы очень шикарная женщина. Вы в любом ракурсе будете очень красиво смотреть. Спасибо. Мы художники такие вредные, что у нас, знаете, как говорится, когда есть муза, тогда мы пишем. Вот, поэтому, как появится муза, я так сразу и сяду, и у вас произведу портрет. Ну, на счет вредности немножко я вчера заметила, конечно. Есть немножко у тебя. Да что же это такое? Неужели злопамятное? Всю жизнь попрекать теперь будет? Давай рисуй. А то я... Вахта, да. Задержится здесь до утра. Вот он, черный квадрат. Вот. Здесь будет ваш портрет. Здесь? Вам что-то не нравится или что? Я прям не знаю. Стараюсь-стараюсь, угодить не могу. А как ты здесь меня нарисуешь? Ну... Белый снеговичок нарисуешь? Нет, зачем? Вы же не белый снеговичок. А как ты меня сюда нарисуешь? Блондинка, но не снеговичок. Пока невестка со свекровью спорят на тему искусства, теща с будущим зятем идут прокачивать тело тещи. Ну что, готовы? Простору мало? Сколько там мало? Или хватит нам места здесь? Конечно, хватит. Сюда ручки поставим? Это я все? Да не, не все. Так, вперед. Ближе, 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 ближе. Ну, ну, ну. Да ладно. Да, сейчас. Минуточки три пройдем. Три, пять. Это всего лишь разминка перед тренировкой. Ну, все. Ну, хватит уже. Ладно, ладно, ладно. Хватит. Я на самом деле был в шоке и доволен, что она как бы такая же, как и ее дочка. То, что как бы сказала, сделала. 15 раз. Считай. Три. Четыре. Терпим, да? Пять. Шесть. Все уже, да? Че тут терпеть? Семь, а? Восемь. Тебя терплю, это вытерплю. Не могу бояться. Может, прибавить еще вес? А? Разводочку-то посильнее сделать? Или нормально? На двух дочек получилось. Не волнуйся. Люба, она вообще ракета, а не агрегат даже. Молодец. Ха-ха-ха-ха! Ох-ху-ху-ху! Мне сложилось такое впечатление, что Влад хотел поиздеваться надо мной. Но я в долгу тоже не останусь. Любовь Петровна, вы молодец! Как я выгляжу? Вообще замечательно. Мы в ресторан идем? Почти. Это как? Почти. А вы сейчас сами увидите. Тем временем в Краснодаре продолжается художественный конкурс за звание лучшей невестки. Вы очень хорошо получите. Уверен, да? Да. А я всегда уверена. Владику такая девушка нужна, уверенная. Потому что он сам уверенный. Ты наизусть меня знаешь, что ли? Нет, нет, нет. Это легкая... Один раз взглянула и чертит что-то там эти... Нет, нет, нет. Я не черчу. Я делаю пропорции вашего лица. Я просто хочу соблюсти все пропорции. Это же правильно надо. Буду я красавицей. Пусть лентяя не подходит, пока они не справятся. Все, милая, заканчивай. Пади не Пикассо. Тетя Валя изволновалась в предвкушении. Ой, волнуюсь. Вдруг ты меня некрасиво сделала. А вы не можете мне получиться некрасивой? Очень красиво язжаю. А может, ты специально не делала? Вроде нормально же общались. Ну, с чего началось-то? Вот, в принципе, все готово. Вставлю автограф. Вот. Пожалуйста. Это что такое? Это ваш портрет. Это я? Ты что, прикалываешься надо мной? Это шедевр. Но мне такого не надо. Посмотрите, какая вы красивая. Какой цвет глаз. Какие блики на губах. Ваш любимый цвет помады. Яна, ты меня убиваешь. Тетя Валь, ну вы что? Это что такое? Вы что, вы не понимаете ничего в современном искусстве? Нет. Я ожидала. Я такая красивешная сижу. Вся такая рассекая. У вас даже нос на месте. Убери, ну да, нос на месте. Где? Который нос? Ну вот две дырочки и нос. Валентина Васильевна вообще всю жизнь работала в культуре. Честно сказать, я даже не ожидала, что она не оценит моего искусства. В стиле Пабло Пикассо. Что не так-то? Все есть. Губы есть, глаза есть. Волосы, челка. Я вам сделала объем локоны. Даже сделала больше локоны, чем есть на самом деле. Не в локонах дело. Спасибо, конечно, дорогая. Оставь себе. Да. Свекровь художественный замысел Яны не оценила. Потому что духовная пища, это, конечно, хорошо. Но вот то, что в рот положить можно, поприятнее. И зять это, похоже, просек. Ну вот, мы пришли. Присаживайтесь. Это что? Любовь Петровна, вот туда. Нет, а вот это что? Вы там не читаете. Я так понимаю, этот хачапури не подают. Нет, как раз это та еда, которая вам полезна. Нет, не чебуреков. Но это же засада. Это будет коктейль. И хачапури хочу. Какие здесь хачапури? Здесь чисто фитнес-еда. Даже не еда, можно сказать, а коктейль. А напиток. Это и есть напиток. Еда и напиток вместе. Ты Яну тоже этим кормишь? Или как? Яну? А Яну не надо. Она весит 41 килограмм. Она же сухая, маленькая. Ну что, готова? Что такое? Всегда надо перчика, корицы. Ага. Чебурека, да? Раздички. Ну, напиток. Должен быть ароматный. А это похоже на верблюда. Великолепный вкус же, да? То есть в такие рестораны вам и нужно ходить чаще. Я привыкла к другим. Вроде я вам помогу. Давайте, 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 давайте. А вот это Влад ты зря сейчас сделал. Она твоя теща. Может и обидеться. Нельзя же так с людьми живыми делать. Ну ты что творишь? Зятюк. Это мы попили. А обидать будем? Домой? Обидать. Обидать? Да. Это уже получается ужинать. Да. А не обидать. Тем временем свекровь с невесткой налегают на духовную пищу. У них экскурсия по Краснодару. Красивый здесь райончик. Так зелено, всегда так чистенько. Нравится вам? Нравится. Это мое любимое место. Я всегда здесь хожу, вдохновляюсь. Кстати, вот, смотрите, облицовка вообще просто класс. Да, я всегда мечтала о таком доме, большом, чтобы для всей семьи, чтобы могли приехать все, остаться ночевать. Ну тогда тебе надо было искать жениха в Краснодаре. А с Владиком на берегу океана не лучше, чем за каменной стеной здесь? Я думала, что мы... Да, дом красивый, да, я ничего не говорю. Но на берегу-то, наверное, лучше. Построим на берегу твитваль. Еще вас в гости пригласим. А дом правда хорош. А в это время в Тольятти измученная зятем будущая теща торопится к своему хорьку. А что, как, устали, нет? Нормально. Все нормально и нормально. Я пошла к Ашуту. Но Любовь Петровна не просто так бежала из спортзала домой. Сладкая месть совсем близко. Берегись, зятек. Граться. Ах, ты зло. Влад. Да. Погляди. Что-то на балконе нашла. Ну да. Стою? Да, конечно. Умеешь? Умеешь. Я тоже умеешь. Давайте попробуем. Ну давай, давай. Кто кого? Кто кого? Кто первый? Не боишься? Я вообще ничего не боюсь. Трепещи. Да? Да. Так, кто первый начнет? Куда-сюда прибем? Я все сама сделаю. Да? Ну. Держи. В смысле держи? Держи. А что, мы в стену будем выпить? Конечно. Мелочь. Я сегодня охренел, когда накидал в меня дротики. Вот. Но я не дал заднюю. Любовь Петровна. Ух ты, ничего себе. Почти. Я, говорит, чемпионка. Давайте теперь я покажу, какой я чемпион. Мы так не договаривались. Как это? Держим? Не помню такого. Твоя моя не поняла. Вот здесь вот давайте. Мне даже будет получше, что вот так вот вы встанете. Вот так. Что? Страшно? Любовь Петровна, ну посмотрите хотя бы на меня. Это плохое. Это не мое слово страшно. Давай. Страшно? Нет. Лоба. Сколько еще осталось? Еще две. Мама. Дорогая. Мазила. Она встала. Ну, было весело. Немножко страшно. Пока зять с тещей пытаются не убить друг друга, свекровь берет невестку на абордаж. Вот пришли. А куда это? Сюрприз. Я напоследок тебе приготовила. Да ладно. Да, я думаю, что пойдет на пользу вашей будущей семье. Спасибо. Интересно, что это. Здравствуйте. 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 Очень приятно. Я Валентина Васильевна. Я вам звонила. Я привела вам сноху свою. Я, ну, очень приятно. Очень приятно. Присаживайся. Это был тот самый сюрприз? Да, 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 да. Меня зовут Мирослава. Я фотограф. И помимо этого всего продвигаю страницу в Инстаграме. Я хочу сказать немного о сыне. Он у меня актер. Много снимается, много куда его приглашают. Но ему некогда этим заниматься. Я хочу, чтобы научила ты мою сноху это дело все вести. Ну-ка посмотрим, как отреагирует Яна. Его смотрят продюсеры, режиссеры фильмов. Его смотрят спортсмены, которые стремятся быть таким же. То есть там аудитория разная. И также и девушки, которые там следят за спортивным питанием. Много вот в этой свете. Я считаю, что Яна после свадьбы должна заниматься только домом и карьерой мужа. Коль вы занимаетесь продвижением своего будущего мужа, вам придется попыхтеть. Мирослава, я правильно поняла, чтобы заниматься этим всем продвижением, ей надо оставлять все свои дела. Да, абсолютно верно. Это займет очень-очень много времени. Ты готова? Да, тетя Валя, почему нет, я готова. Честно сказать, я полностью согласна со свекровью. И я готова заниматься продвижением карьеры Влада. Чтобы стать идеальной женой и невесткой, Яна два часа слушала обо всех премудростях продвижения любимого. Молодец, девочка. Спасибо. Было все очень познавательно. Но нам пора. Да, тетя Валь? Да. Всего хорошего вам, удачи в продвижении. И вам не хворать. До свидания. Было очень интересно. Что, недовольны? Нет, просто очень много информации. Похоже, мамы выяснили все, ради чего приехали. И, наконец-то, зять услышал самую долгожданную фразу тещи. Пора домой мне. Мы поехали. Проводишь? Да. Ну, давай, щучку, давай, дорогой. Давай, давай, другой, давай, другой. Вот у меня лапочка. Попрощаться с будущей родственницей приехал и отчим Влада Леонид. Или удостовериться, что она все-таки уезжает. Не целуй, щечками, давайте, щечками, давайте, щечками. Вот. Вот так. Отлично. Пора домой. Дом, милый дом. Ну, все, Яночка, дорогая, уезжаю. Провожай меня. Легкая вам дороги, полета. Спасибо, дорогая. Помочь никому я помогу. Подожди, подожди, давай вдвоем. Я помогу. Ладно, ладно, дядя Валь, ничего страшного. Помогу вам. Спасибо. Походите. Эй. Сегодня Яна с Владом идут подавать заявления в ЗАГС. Мамы идут вместе с ними, чтобы высказать свое мнение о предстоящей свадьбе. О, здрасте. 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 Ого. Ой, давай, давай. Так, знакомьтесь, это моя мама Валентина. Это моя будущая теща Любовь. Здрасте. Три раза. О, три раза, да? Нет у вас здесь? Есть, есть. Есть? Все, ну это же мамкина помада, не те страшного. Ну, как вы съездили в Тольятти? Как вам в Тольятти? Хорошо все, да? Зажигали, мам. Зажигали, да? Понравилось мам тебе? Ну, у меня немножко было. Как тебе, Влади? Ну, что, он меня проверил. На крепость. На крепость? Да, экзамен мы сдали. Я ее привел в наш новый дом. Ага, да? На второй этаж. Ну, пошутим над мамочкой. Ну, а как, нужно же понять, что от меня нужно им. Понятно, понятно. Им. Ей. Ей, да. Доча, как? Ну, она мне очень понравилась. Я старалась. Так, мамульки, ну что, кто-то против того, что мы пойдем? Нет, нет, мы не против. Я лично счастлива. Да? 32 года ждала. Какая? Спасибо. Как, Люба, наконец-то вот ты встретил свою судьбу. Я очень рада. Я Аяну полюбила очень сразу. С первого раза. Взаимно. Спасибо вам за такую дочь. Дай Бог, дай Бог, чтобы у вас было все хорошо. Так, ну, лазненько, все. Будет? Будет, мамы, будет! У-у-у! Любовь, конечно, зла. У меня остались сомнения. Хотя они уже все решили. Посмотрим. Посмотрим. Главное, что я поняла, что я могу перевоспитать невестку. КОНЕЦ Продолжение следует...